Сдержать слёзы никто и не пытается. Четвёртая смена в лагере «Страна героев» подошла к концу. А это значит, придётся расстаться с ребятами, которые за две недели стали лучшими друзьями. Мы со всеми породились за эти две недели. Это очень грустно. А слёзы льют. Конечно будем. О пережитых эмоциях рассказывают на языке жестов. Так, что даже перевода не требуется. Две недели ребята изучали строевую подготовку, играли в зорницу, изучали архивы, слушали лекции и даже рыли окопы. Всё для того, чтобы ближе познакомиться с историей своей страны. «Страна героев» — это пилотный проект, который запустили в трёх регионах. Астрахани, Ростове-на-Дону и Крыму. Главное отличие от других проектов — высокая интерактивность и погружённость в историю. Ребята искали информацию о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Снимали документальные фильмы, создавали музеи. За различные достижения ребята получали награды. У меня есть водные виды спорта, лазерта, годневая подготовка, курсы по воркауту и метание ножей. У каждого отряда своя миссия. Ребята в процессе работы открыли три обелиска в память о событиях Второй мировой войны. Участники от группы «Кино Победы» создали девять документальных фильмов о Великой Отечественной и ветеранах боевых действий. Наша основная мысль фильма была в том, что показать, что есть солдаты, которых в подвиге, которых не знают. И надо о них рассказать. И вот эти съёмки, монтаж — это очень интересно. Очень трудно, конечно, но интересно. В каждой группе преподаватели находили свой собственный подход. Моя группа была, они были футболисты, и они сначала немножко в шоке были. Какое документальное кино, мы футболисты, мы спортсмены, мы говорим, ребята, давайте посмотрим историю. У нас есть матч смерти, который был с киевским «Динамо». У нас есть спортсмены, которые служили в элитных войсках, они были в НКВД, они выполняли спецзадания. И их это так заинтересовало. Удалось найти подходы к ребятам с особенностями слуха. Они без труда влились в коллектив. Они вместе ходят куда-то играть, общаются с жестами. Некоторые ребята, которые, остальные отряды, они потихонечку изучают язык жестов. К концу смены они уже могут даже полноценно пообщаться. Закрытие смены посетили глава региона Игорь Бабушкин и замминистра культуры России Николай Овсиенко. Они пообщались с ребятами и ответили на их вопросы. За четыре смены в лагере отдохнули почти полторы тысячи ребят со всей страны. В планах организаторов за пять лет открыть ещё 28 подобных лагерей в различных регионах. Может быть нам подумать и такую практику внедрить по обмену нашими представителями по разным регионам. Давайте подумаем. Министру доложим. Игорь Ильич, подписываюсь, авторство ваше, а я как бы донесу. Донесу, да, донесу. 28 регионов уже в следующем году подключатся. Это действительно замечательная идея обменов вот таких. Замечательная идея. Лагерь «Страна героев» в Астраханской области откроется в следующем году. Может эти ребята вернутся и в новую смену. Они знают, это лето было самое лучшее. Я навсегда дополню этот лагерь. Это было очень классно. Это лагерь всегда в душе останется. Да. Наталья Фомина, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.